Вечер-пятница для горожан повод расслабиться, а для инспекторов ГИБДД наоборот. Так что именно в конце рабочей недели полицейские проводят так называемые массовые проверки автолюбителей. Подобные рейды мы проводим, как я уже сказал, достаточно часто. При этом мы говорим, когда мы будем их проводить и где. Поэтому количество ДРТП у нас снизилось. Не на много, но снижение уже динамика положительная на снижение. Плюс к этому количество выявленных нарушений в состоянии опьянения также у нас примерно на уровне прошлого года. В последнее время все чаще массовые рейды проходят здесь, на кольце автовокзала. Это место как будто притягивает нетрезвых автолюбителей. Здесь произошли десятки аварий с их участием, многие с летальным исходом. Чтобы предотвратить подобные ситуации, инспекторы останавливают большинство проезжающих мимо автомобилей, общаются с водителями, визуально оценивая их трезвость. Пока подозрения не вызвал никто. Однако энергетика места все же сыграла свою роль. Прямо на кольце, в 50 метрах от места рейда, столкнулись два автомобиля Рено. Молодой человек, находившийся за рулем Бордова, оказался пьян. Инспекторы определили это невооруженным взглядом. Алкотестер только подтвердил подозрение. Все, стоп, стоп. Идет анализ. Показания 0,81. С показаниями согласны? С показаниями прибора 0,81. С показаниями прибора гражданин согласен. При такой степени опьянения, по словам медиков, у водителя ухудшается мышление, восприятие и периферическое зрение. Притупляется внимание. Так что последствия столкновения могли быть намного серьезней. К счастью, теперь горе-автолюбитель не скоро сядет за руль. Не раньше, чем через полтора года. И уж точно дважды подумает, стоит ли ездить пьяным. Наталья Романова, Андрей Семивулков, РТВ Иваново.